В эфире РБК Дели, краткий финансовый гид о событиях, влияющих на наши деньги. Сегодня поговорим о резких колебаниях индексов, долгах регионов и оптимальном сокращении добычи нефти. На пресс-конференции по итогам года председатель правительства Дмитрий Медведев много говорил о профиците бюджета, о снижении уровня бедности, о выравнивании условий жизни и росте уровня дохода чуть больше, чем на 1,5%. Тем не менее, бюджет Новосибирской области на 2018 год дефицитный. Доход 138 миллионов, расход 142 миллиона. Итого 4 миллиона рублей разница. Список регионов-должников, где объем госдолга превышает собственные доходы, велик. Мордовия, Хакасия, Костромская область и Карелия его открывают. Новосибирская область находится ни ниже, ни выше на 29-м месте в рейтинге должников. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили Игоря Виптеля, журналисты, политолога. Игорь, здравствуйте. Как одним регионам удается жить по средствам, расти и развиваться, в то время как другие постоянно находятся в красной зоне, когда долги превышают доходы? На мой взгляд, единственный рецепт – дать возможность развиваться бизнесу, снять у него с шеи удавку. И в некоторых регионах, в которых нет ни нефти, ни газа, например, в Ростове, хотя там сложная ситуация, старые купеческие традиции помогают выживать. В Новосибирске мощный задел научный. Я в восхищении от того, что что-то все-таки сохранили и продолжаете развивать. Я очень люблю академы городов. Мне там даже памятник поставили. Если вы посмотрите памятник на вяжущую душу, она один в один очень похожа на меня. Я очень люблю Новосибирск. И, конечно, в Новосибирской области есть задел быть одним из лиц. А причины того, что такое неравенство, они не только в том, что изначально заложено неравенство. Какие-то руководства каких-то регионов чуть более умно поступают. И уж, простите, воруют с прибыли, а не с убытков. Кто-то вообще забил на все и последние крохи отбирают у бизнеса. Я, к сожалению, это больная тема, потому что ваши соседи на Алтае. Я видел, как задушен бизнес. В каких-нибудь человеческих условиях. А поверьте мне, Алтай мог бы стать, и Алтай, и Горный Алтай могли бы стать лидерами во всем. Это потрясающее место, хотя бы для туризма. Поэтому это очень больная тема. Смотрите, я не могу не спросить вас вот о чем. Когда правительство говорит о профиците бюджета, с которым страна завершает год, не создается ли впечатление, что это принципиальный акцент на общем удручающем фоне непростого года? Увеличение пенсионного возраста, НДС, рост цен на бензин. А еще если бы бюджет был дефицитным? Безусловно. Безусловно. Единственное, что у меня, безусловно, есть акцент специально созданный. Единственное, что меня всегда в таких ситуациях заводит, это в то, насколько они сами понимают те люди наверху, которые говорят подобные речи. Я, честно говоря, не слушал вчера речи Медведева. Если он сказал слово «позитивненько», я бы после этого действительно перестал бы слушать. А я бы слушал, я бы перестал. Ну, он большой специалист по таким словам. Позитивненько. Видимо, следующим он скажет «вкусненько». Я не знаю, что у него там вкусненько, но то, что происходит сейчас с экономикой в стране, это, к сожалению, ситуация грустная. История с профицитом бюджета, она достаточно была искусственная, потому что, ну, раз ли цены на нефть в долларах, при этом, по-другому, соответственно, простой математикой мы видим, что удалось нарисовать профицит. Безусловно, ничего не идет хорошо, но вы себе представляете, что председатель правительства под новый год вышел и сказал «ребята, знаете, у нас как-то, извините, не получилось, потому что нам бы надо взять эмиссию». Игорь Станиславович, спасибо большое. Всегда рады видеть вас в нашем эфире. Спасибо, я всегда рад хотя бы дистанционно общаться с Новосибирском. Очень надеюсь побывать у вас в очередной раз. Игорь Виттель прокомментировал ситуацию профицита бюджета и общее финансовое настроение на рынке. Государство ОМАН считает оптимальным сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК-плюс на 1,1,3 млн баррелей в сутки. Об этом журналистам сообщил министр нефти и газа Мухаммед Бенхамад Арумхи. Страны ОПЕК по итогам переговоров в Вене не договорились о конкретных объемах сокращения добычи. Однако, по словам министра энергетики Саудовской Арафии Халеда Альф-Фалеха, сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки по-прежнему остается основным сценарием. И, вероятно, более конкретные решения будут зависеть уже от встречи министров стран ОПЕК-плюс в Вене. Американский промышленный индекс Dow Jones к закрытию сессии выровнялся после резкого падения. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, также понизился на 0,15%. А индекс электронной биржи NASDAQ показал позитивную динамику и вырос на 42%. Поводом для столь резких колебаний индексов, по мнению CNN, стал арест финансового директора компании Huawei Мэн Ван Чоу. Представители США и Канады не уточняют, какие конкретно обвинения выдвигаются в отношении женщины. По данным CNN, ранее Министерство юстиции США заявляло, что проводит расследование по вопросу о том, нарушала ли китайская компания, американские санкции, введенные в отношении Ирана. Одним словом, эксперты ожидают обострения торговой войны между США и Китаем. На этом все о других значимых событиях, влияющих на наши с вами деньги, в следующих выпусках РБК Дэйли.